Посланник Аллаха Посланник Аллаха Огромное количество людей По сей день Хотя прошло 1400 лет Следует за пророком Мухаммадом И зависти И собственной ничтоженности Из-за того что они не способны Ни на что похожее Им остается только одно Говорить что-то Скверное о посланнике Аллаха знаете сколько стоит взгляд на пророка в одном из хадисов сказал из моей общины есть люди они из тех кто больше всего любят меня ради взгляда на меня отдали бы свое имущество и семью вот этот вопрос каждый может обратить сейчас к себе любишь ли ты так посланника Аллаха саляллаху алейху ассаляма можешь ли ты сегодня все что у тебя есть до последнего гроша всю свою семью здесь не ставится ограничений даже если бы человек был самым богатым на свете даже если бы у этого человека было имущество каруна десять человек не могли нести ключи от сокровищниц каруна даже если было бы у тебя тысячи детей смог бы ты это все отдать ради того чтобы посмотреть на посланника Аллах саляллаху алейху 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 может задать себе такой вопрос и ответить таким образом сколько у меня осталось имущество ничего клянусь аллахом все отдал на пути аллах на деле этой религии ему приносят 80 мисхали 80 мисхали если сегодня посчитать 700 тысяч рублей али рада лангу говорит в то время один человек из нас работал с утра от рассвета за заката за один финик посланник аллаху алейху ассаляма 700 тысяч если посчитать нашими деньгами отдает одному человеку не оставляя себе ничего почему он это делал поэтому его любили сподвижники рада лангу поэтому они его так сильно любили сегодня нет ученых больших среди нас сегодня нет огромных средств у нас однако это шанс для каждого из нас ты можешь заработать для себя благо аллах доверил в наш век на нашей земле религию нам разве кафиры будут ее распространять разве придут вероотступники и будут говорить распространяйте эту религию аллах после сподвижников сегодня доверил тебе ты ответственный за распространение этого призыва а как относимся к сегодня к этому мы многие из нас относятся что это как будто бремя ненужное что это как будто обуза для нас наша религия стала для нас обузой когда тебе говорят ради аллаха для этой религии нужно что-то сделать люди отворачиваются и они утверждают что если бы были в век про пророка они бы были с подвижниками ради аллаху марта поэтому брать цените то что вам дарал аллах аллах привел вас в эту религию аллах возложил сегодня на вас это ответственность донесите ее до следующих поколениям должным образом подобно тому когда вас донесли эту религию сегодня ваша награда ждет вас у аллах всевышнего наши силы слабы у нас нету то того что есть у наших противников наших врагов но клянусь аллахом если мы вернемся к тому с чего начиналась эта религия к ее основам и если в наших сердцах будет искренне глубокий имам клянусь аллахом аллах даст поддержку и победу этой религии и она не будет побеждена а